Динамо Очень адекватный человек, во-первых, спортсмен, то есть она мастер спорта по ушу с боевым оружием, она понимает весь спорт изнутри. В руководстве ВОГИ изменения не грядут, разве что достается игровой состав. Против Динамо некоторые перестановки были вынужденными. Из-за перебора желтых карточек игру пропускал один из лучших нападающих – Иван Кузнецов. По этой же причине смог выйти на поле Денис Рахманов. Кроме того, в воротах опытного Дмитрия Красильникова сменил Константин Баранов, в этом сезоне игравший в основном в матче Кубка страны. Мы дали шанс, потому что, когда же дать шанс этому парню, потому что парень старается повесить, но тренировки он выгодит очень хорошо. Но тренировки есть тренировки, надо доверять. Это доверие едва не обернулось для ВОГИ поражением. Во втором тайме в одной из немногих своих контратак гости открыли счет. Дальний удар метров с сорока удался Ярославу Волкову. Мяч по высоченной траектории залетел за спину галкиперу, а на табло напротив эмблемы Динамо загорелась единичка. Главный тренер гостей Константин Оленев, много лет отыгравший, кстати, в воротах ВОГИ, после игры защищал своего коллегу. Тут, наверное, ошибка больше защитников, которые дали свободно принять мяч и ударить с полулета. И такие удары за шиворот, они частенько залетают. Вратарь, в принципе, если бы, конечно, был на линии, он этот мяч взял, но он не должен был быть там. В оставшиеся 20 минут встречи ВОГА предприняла массу усилий, чтобы отыграться. Долгожданный гол пришелся на последнюю минуту встречи. После долгой атаки Радик Хайрулов оказался во вратарской соперника и готов был нанести решающий удар. Однако защитник «Динамо» Алексей Перминов запрещенным приемом уложил Волжанина на газон. Оборонщика «Белоголубых» удалили, а Дмитрий Лавлинский уверенно реализовал пенальти. Ничья. 1-1. Моментов, конечно, было много, но реализация настолько слабая, что поэтому мы не можем даже обыграть Скиров. Команда, которая идет на последнем месте, обороняется всей командой. Ну а мы просто не можем забить. После этой ничьи ВОГА расположилась на седьмом месте в турнирной таблице. В следующем туре 25 мая ей играть в Ижевске против местного «Зенита». После дисквалификации в состав вернется нападающий Иван Кузнецов. Однако в роли фаворита все равно будет соперник. Михаил Сашанский. Новости Ульянской правды. Новости Ульянской правды. Новости Ульянской правды. Новости Ульянской правды.